Молодые ученые Создают науку, создают новые подходы И они являются междисциплинарными Вся наука сейчас состоит из смежных дисциплин Мы с вами наблюдаем, как информатика внедряется в биологию Математика внедряется в биологию Биология мне очень близка, поэтому очень много примеров будет именно из биологии Мы смотрим на то, как инженер становится не просто рабочим на заводе А появляется как биоинженер Такое понятие раньше не существовало Появился биотехнолог, что это такое? А сейчас это потихоньку внедряется даже в нашу с вами жизнь Так вот, как я и сказал, молодые ученые Это абсолютно новая категория людей Которая появляется сейчас, которая двигает науку И в моей жизни точно так же существует три линии, которые я веду Это общественная деятельность в молодежном парламенте Это деятельность в инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе И научно-учебная деятельность Но все они в целом занимают одну общую цель Они ведут мой проект Мой проект основан на том, что на основе компьютерной томографии Мы создаем объемные снимки костных частей костного тела И после этого с помощью 3D принтера мы производим печать Печать любого органа костного Но из особого полимера Этот полимер обладает рядом ключевых свойств Такие как остеоиндукция, запуск костного восстановления Биосовместимость абсолютно не отторгается костным нашим телом И, конечно же, это биоразложение По итогу этот имплантант через 3-5 лет полностью исчезает Не оставляет в себя никаких следов И это все пришло мне в голову просто А почему не сделать? Почему этого никто до меня не делает? Почему 3D-печать до сих пор не появилась в биологии? Вот она, эта междисциплинарная структура Вот она, то новое, что мы с вами можем принести И перейдем к тому, что, в принципе, наука сейчас – это классика Мы все наблюдаем, наверное, еще со школьной скамьи Что ученые – это такие, знаете, люди в очечках Значит, такие все сидят за компьютерами, тонны бумаг Они все время говорят о том, что нужно писать статьи, статьи Нужно проводить эксперименты Все наверняка видели вот эти вот в фильмах, значит, сидят такие Наверное, помните теорию большого взрыва, да? Они все такие заучки Это не так Сейчас мы переходим в абсолютно новое время В будущем весь научный мир интегрируется в бизнес И, конечно, наука будущего – это неотъемлемая часть, связанная с бизнесом Если наука сейчас – это грантовые деньги, которые в основном выделяют государства или фонды То в будущем это частные инвестиции Это частные фонды, частные различные гранты И уже отсюда мы переходим к тому, что на данный момент мы с вами находимся в точке перехода Перехода от классической науки к науке будущего Так вот, о том, какая она наука будущего Здесь очень важно понимать, что наука будущего – это такая не очень понятная на самом деле сейчас трендовая вещь Очень многое меняется, многое непонятно Но одно я знаю точно, что мы с вами, молодые люди, те, которые сейчас живут в это время, создаем это будущее От нас с вами зависит то, каким оно станет И, конечно же, хотелось бы отметить, что многие спикеры, те, которые выступают сейчас в нашем сибирском федеральном регионе В центральной части России и вообще по миру Они считают, что наука на самом деле, она зависит очень сильно от того, кто ведет вас в научное знание Да, это так Нобелевский лауреат можно стать им, только если ваш наставник – Нобелевский лауреат Академиком – только если вас ведет академик Но так ли это важно, сейчас становиться Нобелевским лауреатом, получать премии, знания Ведь если ваша технология, то, что вы придумали, не дойдет до конечного потребителя Если вы не сможете это реализовать, есть ли цена вашим изделиям, есть ли цена созданному вами И здесь мы переходим к тому, что для того, чтобы ваш проект, ваша идея стала по-настоящему ценной А не просто листком бумаги, который вы повесите на стену Необходимо внедрение и доведение до пользователя И здесь мы переходим к тому, что появляется бизнес Почему это необходимо? Давно мы слышим такое понятие, как стартап Стартап – это такое, знаете, некое амбициозное Среди молодых людей объединение, которые хотят продвинуть свою разработку Которые хотят ее внедрить, и при этом они делают это через бизнес Многие из вас слышали про платформу Kickstart, многие слышали про другие Все они нацелены на то, чтобы бизнес помог провести то, что задумано Если у вас есть идея создать что-то новое, без денег это сейчас, в данный момент не реализовать Но без помощи энтузиастов, без помощи инвестора, без помощи каких-либо менторов мы это не продвинем И как раз вот после этого мы понимаем, что в принципе наука и инновации, они очень сильно интегрируются в бизнес Если посмотреть тренды, то, что происходит по миру, так оно и есть Мы с вами немножко отстаем в развитии России, мы немножко идем позади И если посмотреть на то, что происходит, допустим, в Соединенных Штатах Бизнес инкубаторов именно государственных там очень мало Они почти все частные, это все частные деньги Это фонды, которые заработали на предыдущих разработках, которые уже вошли и которыми мы пользуемся Наверняка многие из вас слышали про советские разработки, которые, ну, мы что-нибудь слышим и говорят А, это еще в советское время разработали Но мы-то этим не пользовались, пока это не сделал кто-то другой Потому что в кому-то другому пришел как раз бизнес И он смог довести до конечного пользователя И здесь мы переходим к следующему слайду Он говорит о том, что наука, она находится в балансе с бизнесом Нельзя все уводить в бизнес и нельзя все отдавать ученому Это два абсолютно разных языка Когда мы говорим с ученым, он изобретатель, он знает свой продукт от и до Он способен вести его в будущее, развивать, но не способен его внедрить И это вот прям меня дослаждает, знаете, доставляет, говорят Есть бизнес, ключевая цель которого это заработок денег Да, это хорошая тема, потому что и ученый будет вознагражден И тот, кто вложил эти деньги, получит свои проценты И до пользователя дойдет, но их не интересуют некоторые моменты Они не готовы, допустим, что-то дорабатывать, во что-то вкладывать Они готовы уже впустить и на этом зарабатывать И вот здесь мы переходим к тому, что как раз как наука становится междисциплинарным Выравнивается в какой-то точке, так и бизнес должен интегрироваться в науку в определенной точке Мы с вами заглянули в небольшое будущее Мы с вами посмотрели вперед, побыли немножко экстрасенсами Но есть еще такие моменты, как, например, прогнозы Прогнозы это, наверное, мы с вами вот сейчас заглянули в будущее А есть люди, которые на этом специализируются Наверняка это те же самые ученые, которые на основе каких-то данных, статистики Могут предположить, что с нами будет через какое-то время В российской федерации это как раз агентство стратегических инициатив Это такая организация, которая говорит Дорогие друзья, через 20 лет нас ожидает вот это Я не знаю еще случаев, когда они ошиблись Я, конечно, молодой, но тем не менее это так и есть Очень многое из тех трендов, из тех научных изысканий Очень многое из того, что они говорят, сбывается Они говорят нам о том, куда движется наша страна Что будет с нами через 15, 20, иногда 30 и даже более лет Они понимают, что ключевого произойдет И если вы сейчас здесь сидите и думаете, чем заняться Зайдите на их сайт Я вас уверяю, через 20 лет, когда вы станете профессионалом в этой сфере Вы будете востребованы Они же создали атлас стратегических, атлас профессий будущего Это штука, которая помогает школьникам понять даже, куда поступать Что будет востребовано Когда я поступал, у меня стоял вопрос, куда поступать и что будет востребовано Я не знал, что такое биотехнолог Я не понимал, чем он занимается Но сейчас, окончив бакалавр, я понимаю, что биотехнологи, они есть, их много Я понимаю, где они работают, я понимаю, какие деньги они зарабатывают И я понимаю, что будет, когда я стану в аспирантуре и далее Я представляю, какие это большие вложения вкладываются сейчас в Российской Федерации На то, чтобы все это внедрить Еще более важная штука – это научно-технологическая инициатива Национальная технологическая инициатива Это НТИ, рынки НТИ, это новые рынки, которых сейчас в Российской Федерации нет Которые только развиваются И мы с вами становимся свидетелями появления новых рынков Рынок нейросетей Кто-нибудь из вас здесь сидящих слышал о нем лет пять назад? Я нет Я поступал на Бакалавр, я не знал, что такое биотехнолог А тут искусственный интеллект Рынок Аэронет Вроде бы все понятно, вроде бы обычный Аэронет А нет, его оказывается нет, если вчитаться, это совсем не то Рынок финансовых инвестиций Все мы слышали про биржу, но появился биткоин из-за ниоткуда Каждый год что-то меняется, каждый год происходит развитие И мы с вами должны быть в тренде Есть такие вот вайфхаки, я уже показал их целых три Где можно посмотреть в будущее, заглянуть в будущее И остановиться в сегодняшнем выступлении Мне хотелось бы на том, что мы с вами здесь сидящие Мы то самое поколение, которое через 20 лет будет управлять наукой То поколение, которое станет через 20 лет передовым То, которое будет обучать новое поколение И, конечно же, помните, что наука будущего Наука будущего, это, конечно же, наука молодых Всем большое спасибо Я уверен в том, что вы станете теми самыми точками развития нашей страны Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!